А на заседании Кабмина сегодня говорили о животрепещущих проблемах. Владимир Гройсман спрогнозировал в следующем году повышение пенсии военнослужащим. И поставил задачу министрам увеличить добычу отечественного газа, чтобы в течение двух лет отказаться от импорта голубого топлива. Продолжит Александр Васильченко. Заседание Кабмина Владимир Гройсман начал с обещаний, точнее с отчета об их выполнении. Премьер заявил, детскую клинику Ахмадид достроили и уже ввели в эксплуатацию первую очередь. Лекарня Ахмадид могла бы уже быть давно побудована и там могли ликуватись дети. И натомись, кто-то вырешил, что это должен быть самым великим символом неэффективности коррупции. Мы в этом вопросе поставили крапку. Зломали все коррупционные схемы и завершили строительство Ахмадиду, первой его черги. Еще одно обещание, которое намерен выполнить премьер, увеличение пенсии военнослужащим в следующем году. В среднем их увеличат на полторы тысячи гривен. Изменения коснутся более полумиллиона бывших армейцев. А сейчас пенсия будет происходить, соответственно, автоматично. Мы предпочитаем, что боевые пенсии, наголошу, должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих. В глобальных планах Кабмина уже к 2020-му отказаться от импорта газа и значительно снизить цену на голубое топливо. В Минэнерго уверяют, справиться с задачей смогут, лишь бы руководство «Нафтогаза» не помешало реформам. Центральная задача, и то, что ставится нам в Европейском Союзе, и то, что ставит третий энергетический пакет, это полностью демонополизация «Нафтогаза» Украины. «Нафтогаза» Украины – это должен быть один из дилеров, который работает на реализации. Он же сделал две высокоприбутковые компании, это «Угрозвыдобывание» и «Угтрансгаз», из которых просто, извиняюсь, высосы и кошты. Премьер-министр приводит недавнюю ревизию газотранспортных систем, за которые отвечает «Нафтогаз». Проверка выявила, работу ГТС умышленно блокировали. Мы провели полностью проверку. Как вы думаете, кто есть основной причиной непроведения распределения? Как «Нафтогаз» в Украине? Навести порядок в работе газового монополиста должен был наблюдательный совет. Но еще в сентябре из-за нежелания предоставить электронные декларации из его состава вышли сразу четыре представителя. Новый правительство утвердило только сегодня. В него вошли шесть членов – граждане США, Франции, Канады и Великобритании, а также директор по стратегии и инвестициям «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и Сергей Попик, советник премьер-министра. Премьер отметил, Кабмин намерен самостоятельно перезапусти украинские газотранспортные системы. Уже начали поиск партнера для совместной эксплуатации. Преимущество будет у того, кто сможет гарантировать максимальную загрузку отечественной ГТС. Александр Васильченко, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова